Таксистские войны закончились поджогом в автозаводском районе. Ночью у Анатолия Белиды, который подрабатывает частным извозом, прямо около дома сожгли автомобиль. Причем это было не какое-то хулиганство, а хорошо спланированное и с предосторожностями реализованное преступление. То есть полностью вся дорогостоящая электрика, мотор, все сгорело. Я проснулся от сильного хлопка. Я увидела через навеску большое огромное пламя. Горит правый бок машины очень сильно. Плавившаяся пластмасса. Это мы предполагаем, что это был тонкий шланг в палец, пластмассовый, прозрачный, через который шел бензин. Канистра стояла 5-литровая в 30 метрах. Вот она дорожка. И вот здесь стояла канистра с бензином, 2 трети наполненная. То есть поджог был достаточно профессионально подготовлен. Не просто так пришел кто-то, бросил там тряпку и сжег. Или подпалил что-то. А все сделано, чтобы с умом, чтобы убежать. Причина пожара – конфликт с фирмой такси. Они решили, что аэропорт только для них. Все. Другие такси там не должны находиться. Мы сказали, что конкуренция, закон никто не отменял. И все имеют право возить пассажиров. Там словесные угрозы были. Мне лично были угрозы, чтобы не спалить машину. Вообще это бандитизм какой-то. Не цивилизованный абсолютно. И абсолютно в духе каких-то, как будто начались опять 90-е годы. Хорошо, хоть дом не подожгли. Ладно, поругались на словах. А вот до такой степени это уничтожили, считаете, имущество. У меня это был единственный заработок. Я даже не ожидал, что в наше время это может быть. Я не знаю, колеса там проткни, стекло разбей, что-то. Ну и лишить человека, как сказать, что мне теперь? Идти на большую дорогу, что ли, надо? Подозреваемые конкуренты, ставшие официальными перевозчиками Нижегородского аэропорта, утверждают, что к этому поджогу не имеют никакого отношения. Они начали провоцировать нас, то есть начали сначала угрозами сыпать, мне не раз тоже угрозу сыпали, да и мы вас тут типа, мы ничего не боимся, мы вас прямо под камерами тут бить будем, да мы вам все колеса потыкаем, да мы вас тут типа, ну, такие вот, наезды из 90. Мы их культурно стали поджимать. Понимаете, аэропорт продал права на пассажирские перевозки нашей организации. То есть наша организация выиграла тендер, мы как бы являемся официальными перевозчиками аэропорта. Всем хочется денег. И вот начался так постепенно этот конфликт. Думать, что если вот мы тут 30 лет были, мы тут должны быть, а вы тут пришли, вы тут никто, идите нафиг отсюда. Это же не доказано, что мы сожгли. А сказать сами знаете, можно что угодно. Это явно вброс. У нас не такие люди, чтобы такие вещи творить. Возможно, это своеобразный такой, слышь, мог что ли назвать. Мы вот так поступим, чтобы вам насолить. Кстати, борьба за пассажиров с применением противозаконных методов уделил ни одного автозаводского района. В конце прошлой недели мы рассказывали вам о массовой драке, произошедшей рядом с новой автостанцией в Щербинках. Были избиты частные перевозчики, которых не подпускают к новой автостанции. Им там не разрешают брать пассажиров. Кто спровоцировал массовую драку, кто в ней участвовал и кто же виноват в этой ситуации, будут выяснять сейчас правоохранительные органы.